мы слышали о том что меняется земля и человечество вместе с ней и скоро мы перейдем новый мир который будет значительно отличаться от старого так ли это да это так не будет такой плотности то есть все станет более не скажу воздушным таким вот как бы эфирным и в некоторых случаях границы вот сейчас у нас каждое тело но как бы отдельно в некоторых случаях будут происходить взаимопроникновения то есть не будет такой четкой четкого ощущения оторванности как человеку ускорить или может быть направить свое развитие чтобы благополучно совершить переход что может помочь переходе человек переоценивает свои возможности от него мало что зависит в этом отношении ничего не нужно делать человек приходит слова чистится идет такой вот как грязь снимать лишнее нужно становиться более уравновешенными и не поддаваться вот этим эмоциональным качелям то есть все проявления как негативных эмоций так и очень ярких высших эмоций как экзальтация или что-то в вот нужно вот это как-то но это невозможно натренировать или еще что-то это приходит как бы само собой весь с пониманием а что будет с теми кто не сможет как-то измениться что им мешает можно ли это как-то проработать если они не могут управлять вот этим своим эмоциональными качелями они в конечном итоге будут выгорать то есть у них вот это легкая составляющая она будет просто выгорать они будут телесными оболочками тяжелыми вот сейчас пришло это как но не совсем точное сравнение с яйцом вот это скорлупа это как раз вот это вот что-то ну тяжелое от чего нужно очиститься а люди которые вот не могут быть легкими то есть они либо впадают вниз в негатив то есть в низкие эмоции либо очень высоко вот туда где но если по физике то ультразвука вот это вот то есть они как бы ну низкие эмоции понятно они тяжелые они уже не легкие а если слишком высоко то там сгорание происходит на данном этапе самое лучшее это быть вот как-то ну по возможности как бы нулем держаться вот этой вот середины то есть если сразу четко отсекание нижних вот этих вещей то есть очень тяжелых то есть все рода фанатизм вот такого плана это тоже плохо ну золотая середина а нужно ли предпринимать какие-то физические действия для перехода но если это поможет держаться равновесие то да то есть это ну это так же как тренировать свою кровеносную систему посещая баню или сауну и едя холодный душ то есть можно вот таким вот макаром найти свои границы то есть вот найти вот эту середину в которой будет комфортно а каким будет этот новый мир и почему это изменение важно как это повлияет на другие миры скорее всего изменения важно потому что изменения могут быть только здесь остальные миры они могут только наблюдать за этим потому что только вот в людских оболочках можно испытать и очень сильные низы и очень сильные верха то есть это это дано человеческому телу совместно со всеми вот эмоциями со всеми то есть и и гнев и экзальтированная радость это вот возможно только нам пройдя через крайности ты узнаешь вот эту середину и учишься контроля а какими будут новые люди будут ли открыты какие-то новые способности возможности какие это могут быть возможности и способности а это совершенно другое будет совершенно по-другому строится объединение людей потому что они будут легче и легче проникать своими полями друг друга то есть вот как бы сейчас ну как физическое тело она ограничивает и ну даже в семье чтобы получить контакт телесный тебе нужно вот как бы своим телом другое тело привлечь это не постоянно как бы вот этот контакт он так только на близком расстоянии а в новом мире этот контакт будет постоянный то есть те кто будут совсем близкими это будет фактически как полное соединение друзья немного поменьше но будет вот такой как конгломерат и внутри него все будет видно все сразу ясно и понятно то есть скрыть какие-то свои чувства или мысли то есть врать будет невозможно потому что это на другого уровня контакт и соответственно как бы знания могут переходить очень легко но внутри группы если вот одна часть ее получила какое-то знание но будет достоянием всех а если это нужно передать кому-то другому то это просто тут точно так же по согласию производится ближе контакты это знание как бы не совсем точный пример это как вот в чистую воду опустить каплю какой-то цветной жидкости и если не создать вокруг нее вот эту масляную оболочку что она не сможет сразу перемешиваться то она просто заполнит все но только вот нужно учесть если вот на этом примере то интенсивность этой цвета будет уменьшаться в обществе она не будет уменьшаться то есть если как бы опустить эту каплю и тогда вот эта вся вода будет такого же точно цвета то есть она растворится но сохранить свои все свойства то есть если у вас есть знание но ощущение или еще что-то вы можете по такой же силе интенсивности передать его всем кто заинтересован и это не будет зависеть интенсивность от расстояния от восприятия или счет чего то то есть вот у меня есть мягко говоря сто процентов и она всем будет точно также переходить как сто процентов то есть она не будет переходить меньше силе мы слышали что на земле много есть тех кто помогает сейчас переходе правда ли это да это правда но они они еще не все разбужены очень много кто не знает об этом о своих возможностях а что им нужно делать чтобы узнать или иногда тоже помогать как-то пробуждаться их время придет каждый приходит в свое время чтобы вы может быть хотели им посоветовать и передать единственное что как бы ну доверять себе многие люди они взрослые и так далее и когда вот это внезапно происходит то может быть ощущение что все ли со мной в порядке все ли хорошо хорошо нужно доверять потому что ну бывают такие вот и и раньше были то есть люди живут живут а потом становится писателями художниками на кем еще спасибо если у вас послание для человечества ну нужно просто опять же доверять то есть люди которые слишком спешат есть люди которые спят и никогда не проснуться плохо это это не то что сидеть и ждать а нужно делать то что к чему тянется душа это и принесет позитивную энергию а 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